Всем здорово, дорогие друзья, с вами, как всегда, Ник, продолжаем играть с вами в различные андроид-игрушки и возвращаемся в Mortal Kombat Mobile. Собственно, продолжим проходить сегодня башню боевика. Обычно сегодня у нас боссов, как я понимаю, не будет, потому что следующие только на 110-м бою. Так что, по сути, у нас чил-бои. Можно особо не запариваться, чисто так разносить и надеяться, что мне выпадет какое-либо снаряжение неплохое. Единственное, что мы можем залутать, это как раз какую-нибудь снарягу. Сделать чуть-чуть погромче звук. Не, ну это уже слишком. Вот этого будет более чем достаточно, мне кажется. В общем-то, да. Я надеюсь, что мне выпадет хотя бы зеленая снаряга. Если выпадет зеленая снаряга, это уже можно сказать, что сегодняшние бои у нас удались. Тем более, там сейчас будет 40-й бой еще в фатальной башне. И мне бы хотелось, я не знаю. Вообще, в идеале, конечно, выбить ту карту снаряжения редкую, которая у меня уже есть, чтобы я мог ее сразу экипировать и наносить больше урона боссам. Потому что я думаю, что даже на первом слиянии она уже будет сильнее молота гнева какого-нибудь там. Хотя это не точно. Ну нормально, завершающие комбо-удары все еще носят очень много урона. Мне вот и нравится тем скорпионам К-11, именно поэтому я прохожу за него башню, потому что у него, в отличие от других персонажей, базовые атаки очень много демеджа наносят. То есть у него именно идет пассивка, которая позволяет ему делать смертельный удар из базовых атак, и это очень прикольно. Потому что там может по 30-40 тысяч урона вылетать за завершающий. Ну да, Соня, конечно, неприятная. Но Сабыч тоже много урона носит благодаря своему посоху. Потому что посох он как раз и дает смертельный удар еще при том. То есть, как мы знаем, чем выше его слияние, тем больше шанс смертельного удара против противников с заморозкой. Но для этого, конечно, надо еще заморозку повесить на оппонентов. Но у него пассивка с этим вроде бы справляется. Я, кстати, не знаю, работает ли вообще морозилка на боссов. То есть я знаю, что на них не работает там огонь, яд, кровотечение. Но вот насчет морозилки я не уверен. По-моему, она работает. То есть, насколько я помню, морозилка работала на боссах. По крайней мере, Рейн мог ее... То есть и Ливень Рейна работает, и вот морозилка вроде работает. На них только не работает, по-моему, периодический урон именно. То есть морозилка, она сама по себе же здоровье не сносит. Она только замедляет. Поэтому она, в принципе, и работает, я думаю. Хотя обидно, конечно, что на боссов не работают доты и все остальные. То есть кровотечение, поджог, яд. Но тогда было бы их просто очень проходить, если бы я работала. Потому что там яд, огонь и кровотечение, оно сносит здоровье в процентном соотношении, а не фиксированном. То есть там не идет определенный, допустим, там по 2000 урона в секунду. От максимального хп, по-моему, раз все это рассчитывается. Ну, блин, Барака, конечно, вот с такими количествами здоровья это неприятно. Но вроде бы разобрались. Так, ну здесь мне точно урона не хватит, поэтому давайте запустим первый. Блин, случайно Крэшинг вышел. Это было совсем не обязательно, я бы его и так убил. Так, очередная уверенная победка. Забираем свою награду. Блин, пока не везет по дропу, к сожалению. Но я надеюсь, повезет в будущем. У нас еще впереди 10 боев. Надо все-таки займеть, как вообще в идеале, конечно, выбить какой-нибудь эпик на урон или хотя бы на аксессуар эпик, да? Чтобы нам было попроще двигаться в фатальной башне. Потому что без эпиков и без прокачи на крепких карт будет очень сложно проходить боссов высоких этажей в фатальной башне. Это еще как бы более-менее. То есть здесь как бы особо проблем я пока не вижу. Ни с боссами, ни с обычными боями. А вот фатальные уже могут быть проблемы. И они могут начаться как раз начиная с 40-го или 60-го боя боссов и в промежутках с 101-го боя. Почти у нас с вами пройдено пол башни, что не может не радовать. Так, здесь у нас Кун Лао. Ну, Кун Лао умирает от одной комбы. Дальше выходит у нас Коталь, тоже минус одна комба. Ну и тут все, по-моему, погибают с одной комбинацией. Не очень их много здоровья. Блин, я сделал себе кофе, но я забыл ложку вытащить. Надо ее вытащить, чтобы если я попивал, вы не слышали бренчания. Нормально так перед сном я решил кофе попить. Опять, блин, не засну полгода. Так, поехали дальше. Так, ну это ощущение серьезное, это тоже как бы изи-бризи. Вот тут Дженни Кейджа, у него уже побольше здоровья, но все равно, видите, какие гавариолы с базовых атак проходят смертельные удары. И это очень сильно помогает быстрее проходить промежуточные матчи, на которые нечего особо смотреть. Так, получаем какую-то шляпу, все дела. Ослабление, окей. Спецприем 1, уменьшенный урон. Окей, хорошо. Давайте сразу добьем у нас этого Кеншика, дальше идет минус Рептилия, и добиваем, собственно, Кейси Кейдж. Чилл, чилл, чилл. Я вообще не думаю, что у нас будут с промежутками какие-то проблемы, разве что только реально там на более высоких этажах, начиная там, может быть, со 165-го где-то так. Ой, в ярости. На сотом бою три триборга в ярости. Я очень не люблю триборгов с этим модификатором, но благо у нас из-за джейта есть иммунитет к истощению, к нанесению урона через доты, то есть через огонь сектора. Но у нас нет иммунитета, конечно, к истощению от сектора. Так, у него есть второй спецприем, мне бы сейчас его по-быстрому как-то завалить. И у нас останется разобраться только с сектором изи-бризи. Ну да, после того, как им немножко поменяли боевку этим триборгам и выход на поле боя, они теперь не так сложно проходятся. То есть многие из них при входе в бой не успевают ничего сделать. За исключением, разве что Смоук, он может какие-то неприятные вещи сделать, еще успеть. А остальные триборги, они, в принципе, такие медленные. Да, давайте восстановим энергию нашим персам, откатим попытки в башне последний раз на сегодня. И пойдем на следующие бои. Блин, пока что-то особо меня не радует сегодняшнее прохождение, потому что ничего не падает из снаряжения. Двигаться вверх там и двигаемся, только вот не прокачиваются наши персы. Точнее, снаряжение их не прокачивается. И нам будет с каждым разом просто все дольше и сложнее двигаться. Если у нас не будет снаряга прокачиваться. Так, полтора кэса, окей. Так, дальше у нас идут берсерки. Минус один. Я не помню даже, что делает модификатор берсерки, да это особенно и не важно. Мне кажется, это что-то наподобие увеличения урона от базовых атак, возможно. Или от понижения здоровья, увеличения урона. Ну, что-то, я думаю, связанное с базовыми атаками. Блин, опять я забыл закрыть дверь. Она у меня хлопает от ветра. Блин, барака. Ну, а барака стоит на первом слоте, это не так опасно, потому что его пассивка не будет работать. Она работает только, когда сменяются на бараку. То есть, у него появляется вот эта вот защита от базовых атак. Точнее, неуязвимость к оглушению от базовых атак. Но если он стоит на первом слоте, с ним, в принципе, достаточно просто, можно разобраться. Странно, конечно, что мне дверь хлопает. У меня такое жёсткое чувство, что я точно её закрывал перед тем, как начать записывать. Вроде бы. Ну, ща я уже закрывать не буду. Так, подожду доиграю, тут два боя всего осталось. А потом, когда я начну проходить фаталку, как раз сделаю небольшой перерывчик. Закрой дверь. Так что, если вы слышите какие-то хлопки на заднем фоне, то у меня дверь от ветра хлопает. Окей. Если чё, сорян. Так. Блин, я хотел блок поставить, но чё-то я протупил, и мой персонаж почему-то, вместо того, чтобы поставить блок, решил атаковать противника. Угу. Ну, блин, осталось всего два шанса выбить снаряжение. Либо сейчас, либо в следующем бою. Да, господи, дверь, как ты меня сдолбала. Закрой дверь. Нет, не воскреснет. Я же его через эту, через метку смерти убил. А где мой пробой блока, а, Мелина? Да ты офигела, дай мне атаковать тебя. Ну, конечно, будет воскрешение. Опять не сработает пробивание блока. А чё на неё пробивание блока не работает? На ней что ли снаряга какая-то сопротивление пробиванию блока или чё? Всё, давайте, до свидания. Дайте мне снарягу, ну, пожалуйста. Я 15 боёв тут отстрадал, скучных, неинтересных. Можно мне, пожалуйста, хоть что-то в виде компенсации? Ну, хотя бы душ дайте, я не знаю, там, 20, 25, хотя бы так. А то чё-то вообще ничего не падает. Ну да, 200 монет. Чё-то вообще какие-то отстойные дропы у нас сегодня. Ну да ладно. Будем продолжать в следующий раз. На этом буду пока заканчивать. С вами, как всегда, был Ник. Удачи, до скорых встреч. И мы ещё обязательно увидимся. На этом пока что всё. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...